В формате круглого стола состоялась встреча общественников города для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание горожан к трагической ситуации, которая сложилась вокруг военного городка – памятника архитектуры и истории Новосибирска. Объекту, который простоял 100 лет в течение этой зимы, нанесены невосполнимые разрушения. Почему мы проводим эту площадку? Потому что 22 числа, 22 апреля прошел субботник на военном городке, нашем легендарном улице Тополева, где была произведена съемка четырех корпусов вот этого бывшего гарнизона, то есть, которая показала, что именно за эту зиму вандалы буквально промышленными масштабами выдирали там двусторонние тавры вот эти, значит, несущие металл сдавали там, значит, вывозили кирпич, многочисленные поджоги, обрушения кровель там, где не было этих обрушений. Разгул подобного вандализма происходит потому, что городок не охраняется. Раньше этим на общественных началах занимались казаки, но сейчас они на спецоперации. Что же касается мэрии и всех соответствующих структур, то им, как показывает сложившаяся ситуация, до этого дела нет, хотя интерес к территории как к месту очередной застройки имеется. Для оправдания деятельности власти активно подчиняются советы, которые созданы при всех органах власти в соответствии с федеральным законодательством. Я участник трех таких советов, и поэтому я могу совершенно ответственно говорить, что состав этих советов – это лобби застройщиков. У них есть несколько секций, две секции практически бездействуют, а та секция, которая занимается перезонированием, они встречаются каждые две недели и активно принимают решения. Поэтому общественники, как утверждает Анна Новолодская, просто физически не успевают реагировать и высказывать свои протесты. Мы пишем во все инстанции, у нас написано множество обращений. Нас постоянно, тот же самый человек, который любит проводить фотосессии на развалинах военного городка, вводит в заблуждение о том, что у мэрии города Новосибирска есть некая концепция военного городка, реконструкция, модернизация, реновация военного городка, но эту концепцию никто не видел. Мы в их материалах видели некоторые слайды студентов. О том, что этой ситуацией заинтересовался Следственный комитет и было открыто уголовное дело, по разрушению мемориала 85-й Ленинградско-Павловской дивизии в военном городке знают многие. У меня в руках постановление, год прошел, год борьбы. Это постановление, где я признана потерпевшей, поскольку мной понесены моральные страдания в связи с халатностью неустановленных лиц из числа сотрудников Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Мемориал отстоять удалось. Удастся ли сохранить здание, уникальное для нашего города? Пока что ответ на этот вопрос повис в воздухе.